всем привет с вами андрей вот такая у меня стройка уже второй раз еду по такой улице первый раз я здесь утром был привез один поддон с цементом и 4 камня просто 4 камня представляете они заказывали 4 поддона где-то произошла ошибка и приехала на фирму загрузил еще четыре поддона с камнями и сейчас везу опять на эту стройку и вот тут конечно узковато каждый раз здесь проезжать особенно там на повороте сейчас вы увидите и вот машину поставили думаешь как мне проехать и еще там стоит машина вот так мне приходится потихонечку видите вот стоит же что здесь стройка что нельзя вставать сейчас задним ходом опять выравниваю и буду проезжать вот между двух машин вот так как разгрузил 4 поддона выезд тоже нелегкий машины стоят на повороте везде надо будет смотреть влево вправо ну вот так я качусь и вот так я уже заехал на обочину чтобы не кое-как спокойно выехать прохожу да все ребята я выехал так что поехал до следующего клиента тоже вот одна стройка вот я стою и должен вот вот сюда разгрузить 8 поддонов с камнями проблема в том что здесь находятся деревья то есть я смогу только перед въездом поставить палеты то есть больше вариантов нет ну вот ну вот места не так уж много плюс здесь уже контейнер стоит так что буду ставить прямо вот сюда ну вот так я разгружаю парни уже дальше тащат на блин поддон то тяжелое не знаю вообще как они хотят унести вот эти все камни хотят перетаскать на задний двор так тяжело ребят тяжело видно что тяжеловато стройки поляки были я практически до въезда краном смог дотянуть эти все поддоны они в ладоши хлопали они думали что надо от дороги таскать я пару метров еще смог протащить краном потому что там ветки мешают так что я разгрузился теперь лечу я за песком так ребят я приехал на место где продают песок землю щебень и мне надо будет я думал мне песок надо забрать оказывается мне щебень надо взять говорят одно посмотрел сейчас бумагу еще раз все таки щебень 816 вот они 4 больших мешка я прямо стою под линии надеюсь мне хватит места чтобы загрузить но таким способом я буду поднимать мешки потому что когда ты берешь щипцами пытаешься его взять песок просто вываливается через верх то для этого случая есть вот такие специальные ушки на мешке я думаю что это вот как раз можно одеть и спокойно поднять 4 мешка таким способом ну конечно это долго но что делать потихонечку рабочее время идет так это у нас 816 если что короче ребята задаю вопрос ваше предложение вот чтобы мне лишний раз не залазить на кузов чтобы вот эти ушки да обратно отцепить может быть как-нибудь можно сделать чтобы просто какое-то ловкое движение и манипулятор опять был свободно от мешка ну не охота мне потому что смотрите я открыл этот борт здесь нету ступенек только ступеньки есть вот здесь то есть мне надо второй борт открывать чтобы зайти по ступенькам на кузов на кузов на платформу короче обленился ребята ну вот смотрите сначала я освободил одну сторону сейчас я попробую вторую сторону освободить освободить если получится давай 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 еще чуть-чуть там блин стенка уже так одна осталась все круто получилось ну вот я 4 мешка взял 5 тонн смотрю уже товарищ приехал загружается но он в другой фирме видите у него кран какой он сзади сидит у него нет пульта управления он я с ним разговаривал он 26 лет на этой фирме работает посмотрите он сколько раз два пять мешков уже за 10 минут быстренько раз раз и все а я минут 15-20 с мешками возился ну вот я уже еду до клиента это я посмотрел накладную нет 5 тонн 470 килограмм весят вот эти 4 мешка так что минут еще ехать 20 и буду разгружать эти мешки сидя сверху сейчас вы увидите как это все вот я сижу теперь в специальном таком месте где сидит оператор сюда я ставлю свой пульт управления вот я тут думаю что за вода пошла сиденье то было открыто я сел но оно вроде не снизу вода идет главное сухо вот вставляется специально сюда пульт управления и я вот так вижу свой кран и свои мешки короче эти мешки надо поднять и поставить вот сюда ну а сама стройка она вот она на 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 Я скажу вам, что сверху сидеть в такую солнечную погоду совсем неплохо. Во-первых, у тебя хороший обзор, во-вторых, солнышко светит, когда тепло. В принципе, иногда будет туда залазить, видимость хорошая, сидишь высоко, все видишь. Ну и только при хорошей погоде, а когда дождь и ветер, то лучше, конечно, внизу быть, а то сдует. Ну все, я теперь разгрузился, еду к себе на фирму. Так, ну я уже приехал к себе на фирму, сейчас посмотрю, что у меня стоит. Так, один поддон, это тоже поддон, но он немножко большой, 71,3. И это значит на сегодня, да, третий рейс или на завтра. Что-то я не могу понять. Короче, сейчас подъеду, пойду бумаги гляну. Ты об этом знаешь, кофе кончилось. Да, что-то не купили. Не купили вовремя, хотел приготовить и все, что делать. Короче, я нашел выход, у нас кофе нету, зато у нас есть вода. Вот я взял с собой воды попить. Короче, смешаю, сделаю себе газировку. Ну и будет оригинальная газировка, лимонад. Короче, я сейчас поеду еще на один рейс. Жалко, что кофе, блин, я так что-то кофе хотел. Ехал уже, засыпал, значит, думаю, сейчас приеду, взбодрюсь, кофейка попью. Вода есть теперь, не страшно, можно работать. С одним поддоном поеду я. Торнаш, это небольшой городок, деревня от Гамбурга. Ну, 15 километров всего лишь. Но зато, если в пробку попадешь, то надолго пропадешь. Вот это, да, поддон? Короче, я тут всегда говорю по лето, но по лето-то по-немецки, а снимая видосик, говорю поддон. Владимир, он все товары пакует и сразу проверяет, чтобы все было на месте. Здесь лежит дверь и косяки к двери. То есть, если, когда я получаю товар, у меня есть путевой лист, как вот он смотрит сейчас, можно проверить. И есть еще вот здесь наклейка специально. Там тоже стоит адрес. И, допустим, что же в коробке лежит? Тут написано, что Вась Лакирт, и это белая дверь, допустим. Кит, а что это, детский сад? Да, это детский сад. Я повезу сейчас в детский сад. Двери, у них видно, там ремонт идет. Так что, такая вот. Все, да? Это все? Да. Больше ничего не надо? Хорошо. Ну что, надо лететь тогда? Ну давай. Блин. Говорится, в сбал. Я приду, ты уже, наверное, домой уйдешь. Ну, еще точно не знаю. Но в 3... У меня 15.4 файл. Хорошо. В этой неделе. Так что... А у меня еще надо 2 подона скинуть. Я привез с собой. Пусть... Куба, на связи! Ребят, давай. Я уже лечу в городок, недалеко от Гамбурга. Всего лишь 16 километров. И я на месте. Мой последний рейс на сегодня. А, еще надо загрузить на завтра. Там, по-моему, один или два поддона. В принципе, немного это. Ну, а вот потихонечку качусь. Уже из города выехал. Сейчас еду через деревню. Кончится потом. Следующая деревня. Или небольшой городок. Как раз это и есть мой пункт назначения. Так, а что у нас здесь творится? Ремонт дороги идет. Тоже нужно. Так, привезли машину. Ну, пока я жду. Человек должен пройти и показать, куда выгрузить. Позвонили с фирмы. Спросили, смогу ли я еще один рейс съездить. Этот рейс не такой большой, далекий. Он находится всего лишь в 5 минутах от нашей фирмы. Строит большой дом. Я там уже был не раз. Привозил туда цемент. То есть, там, цемент 4 палеты, 4 поддона привези, выгрузи его и вези. Короче, ну, я согласился. Думаю, ладно. Как бы, на пробовать сайт, то есть, на испытательном сроке отказываться-то не хочется. Сначала полгода поработаю, там посмотрим. Так вот, минут, я думаю, что этот рейс будет туда, 10 минут обратно, 20 минут разгрузка, погрузка. Ну, 30 минут, полчаса должен вложиться. Так что, вот так сегодня немножко допоздна будет мой рабочий день. Ну, а так, в принципе, всегда стабильно, вовремя заканчиваю. Парни уже распаковали поддон. Вот я привез дверь, плюс косяки сейчас распишутся и поеду обратно. Подъезжаю уже к городу Гамбургу. Чем ближе к городу, тем больше строек становится. Так что, это уже сколько лет это все длится. Вот это строительство, обновление магистрали. Еще, наверное, года три будет. Так что, сейчас смотрите, какая разделительная полоса большая идет. Я думаю, что, наверное, будет менять асфальт. Приехал на фирму, загрузил четыре поддона с цементом. На все про все примерно 15 минут ушло. Теперь выезжаю на стройку, на последнюю стройку. Это уже точно, ребята. Погнали. Так, ну что, я прилетел за 15 минут на стройку. Сейчас мне ее надо объехать, потому что там такой заезд мудренный. С другой стороны, вот где краны стоят. Здесь раньше были футбольные поля. Теперь будут жить люди. Так, здесь нормально. Прохожу. Отлично. Ну вот, и я на месте. На стройку заезжать буду задним ходом. С правой стороны стройка находится. Хотя и с левой тоже стройка есть. Большая. Ну вот так, ребята, спустил я четыре поддона. Поставил друг на дружку. Все, 15 минут. А может 10 понадобилось. Сейчас я закрываю все. Вот они стоят. Как родимые. Все, ребята, я закончил работу. Так что, быстренько приехал, загрузил два поддона. Три поддона на завтра. На первый рейс и домой. Так что, смотрим видео, подписываемся. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok